Апобиния регалис Апобиния регалис, вымершая беспозвоночная, найденная в Бёрджерских сланцах Среднего Кембрия, Британской Колумбии, Канада. Было описано не менее 20 образцов. Три особи Апобинии известны из отложений большого филопода, где они составляют менее 0,1% от всего животного сообщества. Апобиния была мягкотелым животным скромных размеров. Ее тело было сегментированным и имело лопасти по бокам каждого сегмента, а также у веерообразного хвоста. Голова имеет необычные особенности. Пять глаз, рот располагался на нижней части головы, наличие хоботка, который был подвижен и помогал ловить добычу и отправлять ее в ротовое отверстие. Апобиния, вероятно, жила на дне моря, используя свой хоботок, чтобы искать мелкую мягкотелую добычу. В 1970-х годах продолжались дискуссии о том, появились многоклеточные животные во время раннего Кембрия в результате Кембрийского взрыва или возникли раньше. Но их окаменелости пока что просто не найдены. Сначала Апобинию считали убедительным доказательством гипотезы взрыва. Позже открытие целого ряда подобных животных Лобопот, некоторые обладали тесными сходствами с членистоногими, и было предложено, что ранний Кембрий был временем относительно быстрой эволюции, без уникальных эволюционных процессов. Чарльз Дултл Уолкотт обнаружил в Бёрджиевских сланцах 9 почти полных окаменелостей Апобинии Регалис и еще несколько образцов, которые он классифицировал как Апобинии и опубликовал описание всех образцов в 1912 году. Родовое название происходит от Апобин, местности между горой Хунгаба и Бидл, к юго-востоку от озера Охара в Британской Колумбии, Канада. В 1966-67 годах Гарри Уитингтон обнаружил еще несколько хороших образцов, а в 1975 году он опубликовал подробное описание, основанное на очень тщательном вскрытии некоторых образцов и фотографии этих образцов, освещенных из разных углов. В 1960 году российские палеонтологи описали образцы, которые они нашли в Норильском регионе Сибири и дали им название Апобиния Норилика, но эти окаменелости плохо сохранились и Уитингтон посчитал, что они не предоставили достаточной информации, чтобы классифицировать данные образцы в качестве членов рода Апобиния. Все признанные образцы Апобиния, найденные на данный момент, происходят из ложи филопода, бёрджерских сланцев, расположенных в канадских скалистых горах Британской Колумбии. В 1997 году Брикс и Неддин сообщили из Южной Австралии о новом образце миосколикса, который сохранился лучше, чем предыдущие образцы и по своему устроению наводит на мысль, что это был близкий родственник Апобинии. Хотя эта интерпретация была позже поставлена под сомнение Дзиком, который вместо этого пришел к заключению, что миосколикс является кольчатым червем. Апобинии выглядели так странно, что зрители на первой презентации Уитингтона смеялись. Длина Апобинии Регалис от головы до хвоста колеблется от 4 см до 7 см, по последним данным все 10. Животное также имело полый хоботок, общая длина которого составляла примерно 1 треть тела. Хоботок был покрыт поперечными полосками, напоминал шланг пылесоса, и вероятно был гибким и заканчивался двумя лопастями, на каждой из которых росли загнутые внутрь шипы. На голове имелось 5 глаз, 2 на стеблях в передней части головы и расположенные примерно посередине, они давали обзор спереди, по бокам и над головой. Еще 2 глаза располагались по краям задней части головы, они давали обзор спереди, по бокам и над головой. И один глаз с более коротким стеблем между задней парой стебельчатых глаз, давал обзор только спереди и над головой. Ротовое отверстие было расположено под головой, за хоботком и направленное назад, указывало на то, что пищеварительный тракт формировал U-образный изгиб на своем пути к задней части животного. Хоботок был достаточно длинным и гибким, чтобы доставать до ротового отверстия. Основная часть тела была около 5 мм в ширину и состоялась в 15 сегментах, на каждом из которых было попари лопастей, способных двигаться вверх-вниз и выворачиваться наружу. Лопасти перекрываются таким образом, что передняя часть была закрыта задним краем предыдущей лопасти. Тело заканчивалось чем-то напоминающим подшипник, несущий три пары перекрывающихся лепестков, которые подчеркивали и формировали хвост в форме V-образного двойного вентилятора. Интерпретация других особенностей ископаемых образцов в Апобине отличается. Поскольку животные не имеют минерализованной брони, не даже жестких органических экзоскелетов, как у насекомых, их тела были сплющены, так как они были похоронены под землей и окаменевали. Их мелкие внутренние особенности проявились как маркировки в пределах очертания окаменелости. Уитингтон в свое время интерпретировал как жабры несколько маркировок на верхних поверхностях всех лопастей, за исключением первых на каждой стороне. И предположил, что эти жабры были плоскими снизу, с перекрывающимися слоями на вершине, и прикреплялись к основаниям лепестков. Батт посчитал, что жабры состояли из отдельных лопаток, прикрепленных вдоль передних краев на нижней стороне лепестков. Он также нашел метки на передних частях лепестков, которые и интерпретировал как внутренние каналы, соединяющие жабры с внутренней частью тела, так же как Уитингтон интерпретировал метку вдоль хоботка в качестве внутреннего канала. Уитингтон нашел почти треугольное формирование вдоль тела и пришел к выводу, что они были внутренними структурами, скорее всего поперечными расширениями кишечника. Батт позже нашел образцы, которые сохранили внешнюю кутикулу тела, поэтому он интерпретировал треугольники в виде коротких мясистых конических ног. Он также обнаружил небольшие минерализованные участки на концах некоторых конечностей и интерпретировал их как когти. Джан и Брикс проанализировали химический состав треугольников и пришли к выводу, что они имели такой же состав, как у кишечника, и, следовательно, согласились с Уитингтоном, что они были частью пищеварительной системы. Вместо этого расценили лопасти и расположение жабора-побинника к раннюю форму двуветвистых конечностей, имеющихся утрилобитов и ракообразных, и которые являются исходными у всех членистоногих. Если вы являетесь любителем палеонтологии доисторических существ или вам просто понравилось данное видео, то будьте добры поставить лайк, подписаться на канал, вступить в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу делать видео по этой тематике.